Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok а ныне священник патриархата киевского, который пытался предотвратить столкновение в декабре 2013 года. Это церковь во время революции попытается увидеть неоппозицию переговорам с Януковичем после кровопролития 25 января. Это происходило 2014 года. А вот он и я. Итак, после того, как напали на протестующих к католическому университету Украины, призвал к гражданскому неповедовлению правительству и президенту, ей сказали и сказали, и это было, такого никогда раньше не было. от имени религиозного содружества. и киевский патриарх, после того, как была стрельба на Майдане, патриархат сказал, что надо провести провести службу и призвал обратиться к президенту. киевский патриархат сказал, что не было стрельба на протестующих кандидатов. Выдворили киевских патриархат из своих зданий. Были нарушения прав человека на Украине, в Киеве, в Крыму. Происходило это. Особенно это кримские татары. Вы видите похороны одного из лидеров, который был похищен. И потом его тело было обнаружено. Преследование мусульман происходит в оккупированной Крыму. Вандализм против религиозных мечетей и других. Сейчас, допустим, даже нападки на кладбище проходят обыски в мусульманских школах для детей. Преследование имамов и религиозных школ. Мустафа Джимилев, лидер кримских татар и так далее, и так далее. В марте 2014 года, после аннексии Крыма, раб Михаил Капустин покинул Крым. После того, как он критиковал российские действия в синагоге, там были свастики. Этот монумент говорил о погибели евреев во время войны. Террористы в Донбассе, у них есть автодоксальная риторика. Вы видите на этой картинке террористы от российской автодоксальной православной армии «Православие» или «Смерть» там написано и «Жизнь за царя». Это список церквей, которые захвачены ДНР и ЛНР. Это большой список церковь мормонов, церкви свидетелей еговых, баптистов, пятидесятников и так далее. Это пастор в одной церкви, Сергей Косяк, после того, как его запрашивали пророссийские боевики. Это его спина после допроса. И он 1 июня в одной церкви в Славянске прорусские террористы убили 4 человека. 4 человека были убиты. Их тела были найдены в массовом захоронении после того, как боевики покинули город. 14 июня в террористском атаке на масти в Мариуполе боевики ДНР убили Сергея Скоробогача, пастора церкви. Несмотря на все эти сложности и все эти проблемы в борьбе с Российской Федерацией, украинский парламент сделал очень важные шаги. Пытаюсь усилить религиозную свободу. Этот список после Майдана и после революции. Новый закон по высшему образованию. Это очень важно для религиозного парламента по поводу священников в тюрьме, а также о священниках. Теология признается, как образовательная дисциплина была признана. Были поправки в законе по образованию. позволяет церквям открывать школы и университеты. Специальные тарифы для религиозных организаций. Были представлены налоговые поблажки, послабления. Я говорю самые важные элементы. Я думаю, доктор Юраш продолжит рассказ и будет рассказывать нам о основных вопросах отношений между государством и церковью, о законопроектах и о том, как ситуация меняется у нас в стране, что касается религии и религиозной свободы. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.